Вчера на аппаратном совещании я сказал, что мы планируем создать 4 коммунальных предприятия. Поясню по каждому, для чего это сделано. Первое коммунальное предприятие, которое мы хотим создать, это коммунальное предприятие по ремонту дорог. И содержание, инфраструктуру дорожной, то есть светофоры, остановочные павильоны, все парапеты, бордюрные кавли. Мы считаем, что без коммунального предприятия порядка в этом не было, потому что в Горловке до сего момента такого предприятия не было. Заключались договора с предприятиями иногородними, ну они в принципе что, они пришли, залатали или там среднего ремонта борщей дороги, и свою работу выпал, а дальше содержать дороги было не было. Поэтому это предприятие будет у нас создано, этот вопрос согласован с администрацией главы. Мы этим заметно уменьшим себестоимость, в том числе под это предприятие будут взяты машины плазильного содержания дорог. Как я вижу в идеале, в каждом районе должен быть участок коммунального предприятия дорожного, должна дежурить техника снеговыборочная именно в районе. И на каждый район, учитывая площадь города Горловки, должно быть как минимум 5-6 машин КДМ, дежурить постоянно. Вот исходить из того, что на городах нужно порядка 20, а у нас сейчас одно коммунальное предприятие простого. Также мы планируем сделать предприятие оселённого строительства. Лично мне, когда я выглядываю в окно из городской администрации, мне не то, что он не нравится, я не знаю, как можно было довести до такого состояния территорию перед администрацией. А это же наше лицо. А как мы тогда говорим о других частях строя, правильно? Поэтому мы планируем создать предприятие оселённого строя, которое будет на балансе площади, парки, скверы, там, где будет чётко понятный график уборки, высадки зелёных насаждений, осенние посадки, весенние посадки, высадки той же самой травы. И в итоге это должно убираться. В том числе и на балансе оселённого строя будет и туалеты, по которым мы его задали вопросы, и биотуалеты, которые будут обслуживать. Ещё один вопрос очень большой, очень проблематичный. Это животные города, собаки, кошки. Был заключён уголок кедагогово-донесского предприятия с коммунальными, как и животные города. К сожалению, последние полтора месяца они практически к нам не доезжают. И в комплексе этот вопрос будет решаться. Создание коммунального предприятия. Будет свой автомобиль, будут свои ловцы, будет своя стерилизация. Мы планируем это всё. Завязать на плюте, который мы планируем. Может быть, это будет на зряновке, не готов сейчас сказать, где он будет находиться. Очень плачевное состояние сейчас имеет Ямабики, которая находится на Палеоне, которая назначена для утилизации группы Жоев. Она хлорирована, но она забита. Это тоже вопрос городской, который нужно решать в комплексе. Ну и четвёртый вопрос, который мне вообще не понятно, почему сложилась такая ситуация. Это ритуальная служба на Уровке. Город практически не контролировал захоронение на территории муниципального образования. В том числе это сложилось и с тем, что это было выгодно руководителю предыдущего коммунального предприятия. Я вам приведу простой предмет, чтобы все понимали. Мы сейчас готовим все письма к прокуратуру и органы МВД. Дело в том, что 60-70% захоронений производилось по справкам. Я приведу, что это значит. По закону обязаны хоронить предприятия коммунальные только по предъявлению свидетельства о смерти. Свидетельство о смерти человек обязан оформить в течение трёх дней. То бишь, если я получаю свидетельство о смерти, значит с учёта пенсионер умерший снимается автоматически с лессионного фонда, с УДССР и прочее. На фоне этого начало протестать мошенничество. Люди хоронили по справкам. У них осталось ещё месяц-полтора-два. Это время получалось пенсия на умершего человека. Эти факты уже известны. Мы готовим сейчас полосу письма к органам. О чём было понятно. В городе Горловке хоронится от 250 до 200 человек в месяц. Вот посчитайте, какой убыта государству наносится. Первое. Второе. Система, которая сложилась, не позволяла городу. Я не хочу даваться подробностям, кому это было выгодно. Контролировать количество умерших и количество средств, которые тратят город. В ближайшее время нам будет подписано распоряжение о том, что будет минимальный тариф, в том числе и льготный, для социально незапрещущенной стоимости населения. Человек должен понимать, что он придёт, заплатит тысячу рублей, или полторы тысячи рублей, или две. И в эту сумму, две тысячи рублей, будет входить рог, будет входить катафалк, это будет минимальный пакет услуг. И он будет защищён этим. Никто к нему не придёт и не скажет. Для того, чтобы я вам похоронил мято, выкопать, у нас, к сожалению, этим всем занимались участники. Этот процесс будет неконтролировать. В течение полтора-двух недель мы возьмём его под конкурс. Вот такая ситуация. То есть одно предприятие будет создано на базе простора, остальные три будут созданы вновь.